Всем привет! В этом видео мы обсудим 10 причин, по которым живот на титоденной диете может не уменьшаться. Было бы здорово, если бы я мог дать вам простую диету, которая работала бы для всех и всегда. Но все люди разные, и есть много причин, которые могут помешать животу исчезнуть. Начнём с номера один. Вы что-то делаете не так. Многие из тех, с кем я беседовал, рассказывают, что они делают. Я вижу, что они не читали книгу, а просто посмотрели одно видео и пытаются делать всё наполовину. Соблюдают диету частично или неправильно. Допустим, вы хотите сократить потребление углеводов до 20 грамм в день или даже меньше. Если у вас очень медленный метаболизм, если у вас сейчас менопауза, и вы уже перепробовали много диет, вам нужно ограничиться 10 граммами углеводов в день. Вот такой уровень вам нужен, потому что нужно учитывать медленный метаболизм. Белка нужно немного, от 85 до 170 грамм в день. Нужно есть много зелени. Что касается жиров, в самом начале вам придётся есть больше жиров, чтобы продержаться от одного приёма пищи до другого. А когда привыкнете, придётся снова уменьшить количество жиров, потому что нам не нужно, чтобы тело сжигало жиры из рациона, превращая их в кетоны. Пусть оно делает это со своим жиром. Придётся снизить количество жиров, чтобы в ход пошёл жир тела. У меня море видео на эту тему, смотрите описание. Это номер один. Два. Вы не соблюдаете интервальное голодание, а лишь сидите на кето. Так ничего не получится, потому что каждый приём пищи стимулирует инсулин. Поэтому интервальное голодание значительно ускоряет получение результата и снижает инсулин. Поэтому это сочетание так важно. Интервальное голодание очень полезно по ряду причин. Но это отдельная тема. Сочетайте кето и интервальное голодание. Сначала ешьте три раза в день, постепенно перейдите к двум, сдвигая завтрак вперёд до тех пор, пока утром не будете голодны. Потом объедините обед с ужином в один приём пищи. Это идеальная картина. В итоге вы сможете оставить один приём пищи в день, если ваш метаболизм очень медленный, и или у вас медленная щитовидка. Вот к чему нужно стремиться на этом этапе. Номер три. Диета работает, хотя кажется, что это не так. В начале кето-диеты многие люди очень сильно худеют, а потом внезапно похудение замедляется, и они думают, что диета не работает. То они худели на полкило в день, а теперь на полкило в неделю, и расстраиваются, что диета не работает. Очень здоровый человек худеет максимум на килограмм в неделю. Мне жаль, но таковы факты. Обычный человек может худеть на полкило в неделю. Диета всё ещё работает, просто на всё нужно время. Ваша цель — стать здоровыми, а потом худеть. Поэтому сосредоточьтесь на других показателях. Энергии, качестве сна, памяти, концентрации внимания, воспалении. Обращайте внимание на это, а не только на похудение. Но если вы худеете даже на 200 грамм в неделю, диета работает просто медленнее. Её всегда можно ускорить. Главное тут не опускать руки. Если вы теряете по 200 грамм или полкило в неделю, просто поменяйте кое-что. Номер четыре. Если у вас жирная печень, то ваша способность производить кетоны и эффективность гормона роста будут ниже. Избавляться от жира вы будете медленнее. Нужно как-то помочь жирной печени. В описании есть ссылка на видео о том, что делать. Что вам нужно, так это холин. Это витамин группы В, убирающий жир из печени. Он вам поможет. И вот ещё момент насчёт жирной печени. Если у вас большой живот, организму придётся сначала избавиться от жира в печени и только потом от жира в области живота. Так что, знайте, даже если живот не уменьшается, ваше тело всё равно сжигает жир. Просто ему сначала нужно убрать жир из органов, а только потом приняться за жир вокруг них и жир на животе. Я затронул эту тему, потому что такое встречается очень часто. Тело сначала займётся жиром в печени и вокруг органов, и только потом другим жиром. Номер пять. Вы набираете мышечную массу. У женщин в период менопаузы многие мышцы часто бывают атрофированы. Это потеря мышц. Выглядит как жир, но на самом деле это атрофия. Проверить можно так. Сядьте на стул, а затем встаньте. Если требуется много усилий, поскольку квадрицепсы мышцы бёдер ослабли, значит, у вас атрофия. Поэтому вам придётся вернуть мышцы, пока вы на интервальном голодании и кето-диете. Мышцы плотнее, чем жир, они тяжелее, так что объём талии может не уменьшаться, хотя вы становитесь сильнее. Я хочу подчеркнуть, что нужна очень здоровая диета и примерно год или два, чтобы вернуть мышцы упражнениями. Так что за неделю-две этого не случится. Работать придётся долго. Да, приятного мало, но нужно учитывать этот факт. Вы вернёте себе мышцы, но не сразу, ведь атрофия — серьёзная проблема. Это не шутки. Можно сказать, что ваши мышцы практически исчезли. Номер шесть. Вы тренируетесь неправильно или не тренируетесь вообще? Упражнения не самое важное в деле потери веса, но они стимулируют гормон роста, тонизируют мышцы и немного помогают сбросить вес. Это важно. Высокоинтенсивные, недолгие упражнения. Лучше всего короткие, интенсивные подходы на всё тело. Если можете бегать спринты, это было бы идеально, но у некоторых людей больные колени, им подойдёт велотренажёр. Ещё можно заниматься на эллиптическом тренажёре. Но многим людям придётся начать вообще с ходьбы. Это будет первый шаг. Делайте, что можете, постепенно повышая нагрузку. Номер семь. Если у вас вздутие от непривычных овощей или от избытка жиров или чего-то ещё, потому что у вас недостаточно желудочного сока или желчи из желчного пузыря, то живот может оставаться большим. Когда у меня была своя практика, у меня были пациенты, которых пучило из-за пищевой аллергии. Другие ели кейл, и они неделями страдали от вздутия. Они не могли взять в толк, что не способны переварить эту пищу. Возникали запоры. А как похудеть, если у вас запор? Итак, нужно есть пищу, которую вы можете переваривать. Обычный листовой салат. Его, пожалуй, переварить легче, чем шпинат или другие овощи. Так что выбирайте, какие овощи вам есть. И следите, чтобы не было вздутия. Возможно, вам поможет яблочный уксус. Бетаина, гидрохлорид, добавка для желчного пузыря. Номер восемь. Прочие проблемы со здоровьем. Допустим, у вас проблемы с щитовидкой или другие гормональные проблемы. Может, у вас происходят приливы или, ну не знаю, проблема с сердцем. Разные проблемы со здоровьем могут не давать вам худеть, потому что, становясь здоровее, тело порой решает сперва другие проблемы и лишь потом начинает худеть. Так что я предлагаю сначала укрепить все слабые звенья в организме. Допустим, вы пытаетесь похудеть, но безрезультатно. Где в вашем теле самое слабое звено? Это щитовидка, это надпочечники? Исправьте это, и затем посмотрите, что будет с весом. Потому что сначала здоровье, а потом уже похудение. Номер девять — лекарства. У многих лекарств от антидепрессантов до статинов и лекарств от холестерина есть побочный эффект. Они мешают сбрасывать вес. На самом деле много побочий от этих лекарств связано с усилением инсулинорезистентности и повышением инсулина. Вам придется поговорить с врачом и поискать какие-то другие лекарства, возможно, что-то натуральное, что вам поможет. Это нужно обсуждать с врачом. Но лекарства могут помешать вам худеть. Прогресс из-за них будет медленным. И еще кое-что о лекарствах. Если показатели крови у вас в норме, а врач требует приема лекарств, найдите себе другого врача. Ведь вы не должны принимать лекарства, когда они вам не нужны. Номер десять. Стресс и нехватка сна могут очень плохо сказаться на уменьшении живота. У меня есть много видео о техниках, которые можно применить, о том, что можно делать и что есть, что принимать, чтобы снизить стресс. Обычно нужно укреплять надпочечники, чтобы лучше спать. А это, в свою очередь, поможет вам похудеть быстрее. Некоторым людям всего-то и нужно было начать лучше спать, и они начали терять вес. Они не меняли диету, ничего не меняли, тренировались, как всегда. Мы всего лишь занялись их сном. Немного улучшили его, и внезапно они начали худеть. Потрясающе. Итак, вот вам весь список. Разберитесь, что мешает вам, и исправьте это. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!